Дорогие братья и сестры, мы сегодня чтим память нашего великого, почти что современника, святого, праведного Иоанна Кроштадского. И мне когда-то в свое время глубоко в душу врезались его слова. Когда он говорил, служить литургией у каждой надо так, а вот это служить в первый раз. А я напоминаю, что служил Иоанн Кронштадтский каждый день в литургии. И вот каждый день он готовился, как будто это был первый раз. С одной стороны, в общем-то, это все понятно, разумно, по логике какой-то человеческой. А с другой стороны, а попробуй ты вот так вот себя держать в этом горении. Посмотрим на себя. Увы, часто же у нас именно так происходит, когда мы, и даже если в уме эти слова помним по делам, по ощущениям, по сердцу. С сердцем мы не горим в литургии. И неважно, сказано это было для себя самого, Иоанном Кронштадтским, как для священника. Сказаны эти слова, соответственно, и другим священникам, и мне в том числе. Или же просто миряда. Задумаемся, как мы приходим, и насколько мы горим к службе Божьей, когда мы идем в храм, когда мы, увы, опаздываем, когда мы, увы, на службе стоим, переминаемся и думаем, скорее бы она закончилась. Когда, увы, мы во время службы ищем, чем бы заняться. Переставить ли свечку, написать ли записку, посмотреть ли в лавочке книжки, а то и поговорить по телефону или еще что-нибудь такое сделать. Другими словами, мы не ценим ту службу, на которую же вроде бы пришли, и которую спроси я у вас каждого, которую каждый из вас хочет. Каждый из вас ее хочет, но, к сожалению, не каждый вот действительно горит тем горением, которое было у Иоанна Кронштадтского. С одной стороны, это просто, с другой стороны, сложно. Сложно, когда ты себя просто понукаешь, идешь как на рутинное что-то, а просто, когда ты действительно ощущаешь ее, эту Божественную Литургию, как чудо, как чудо. Когда ты, может быть, даже и не понимаешь, где находишься, на земле или уже на небе, окутанный Божественной Любовью и Божественными словами. Я желаю нам всем в день памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского и в другие же дни, такожде, быть, постараться хотя бы, быть горячим сердцем в службе Божьей. Все начинается с простого. Мы ждем часто от Бога чудо и сами же от Него отворачиваемся. Когда вот так вот неродиво относимся к богослужению. Да поможет нам Господь и батюшка Иоанна Кронштадтской родить в службе Божьей. Аминь. Продолжение следует.